Всем привет, с вами Информ ТВ. Советский актер Александр Михайлов и представить не мог, что повторит судьбу своего героя из фильма «Любовь и голуби». В трагикомедии о любви и измене герой Михайлова Василий Кузякин уходит от жены к интересной интеллигентной женщине. В реальной жизни Александр тоже покинул супругу ради другой – вдовы своего друга. Свою первую любовь актер повстречал во Владивостоке. Вера Мусатова училась в том же театральном вузе. Влюбленные сыграли свадьбу в 1968 году, а уже в следующем году Вера подарила супругу сына, которого назвали Константином. Семейная жизнь была спокойной, между супругами не было ни ссор, ни скандалов. Жена Александра поддерживала его во всех начинаниях. Стоит отметить, что Михайлов стал известным только в конце 70-х и тогда же переехал в Москву. Вера и Александр прожили в любви и гармонии 35 лет, пока друг Михайлова внезапно не скончался от инсульта. Владимир Васильев работал в том же театре, что и Александр. Актер часто приходил в гости к чете Михайловых вместе с супругой Оксаной и сыном Владиславом. Дружба между двумя семьями была очень крепкой. Когда Оксана осталась без мужа, Михайлову вдруг стало понятно, что его тянет к вдове друга, как к женщине. Актер пытался перебороть в себе эти чувства, но они оказались слишком сильными. Однажды он понял, что придется делать выбор между законной женой и Оксаной. Тогда он решил уйти от супруги, чтобы обрести счастье с новой любовью. В 2003 году артист покинул Веру и заключил официальный брак с Оксаной. Тогда же Михайлов усыновил и Владислава. А вот отношения с родным сыном не складывались. Долгое время Константин не общался с отцом, так как не мог простить обиду, которую тот нанес его матери. Брак с Оксаной оказался удачным. Супруги любят друг друга по сей день. В начале 2000-х Александр снова стал отцом. В семье появилась девочка Акелина. В это же время на стороне подрастала другая дочь Михайлова – Анастасия, которая появилась на свет благодаря роману актера с коллегой по сцене Ольгой Кузнецовой. Но ради Ольги Александр в свое время не захотел рушить брак с Верой. Между Анастасией и Акелиной нет обид или ревности. Девочки даже дружат. Вера Мусатова до сих пор не может до конца простить бывшего супруга. Но хоть обиды на Александра и осталось в сердце женщины, она смогла наладить его отношения с их общим сыном. Константин, к слову, сейчас ведет программу на радио и довольно успешно. А вы помните фильм «Любовь и голуби»? Если да, ставьте лайк. Также не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!